Заслуженный артист РСФСР Борис Кузьмич Новиков один из признанных мастеров советского экрана. За полвека своей творческой биографии он сыграл более 180 ролей в театре и кино. И каждый созданный им образ, главный или эпизодический, был настоящим шедевром. Настолько он умело вживался в свою роль. Борис Новиков – известный мастер дубляжа. Он озвучил множество мультипликационных персонажей, из которых, наверное, самый запомнившийся маленьким зрителем знаменитый почтальон Печкин из Простоквашина. Актер родился 13 июля 1925 года на станции Ряжск-1 Рязанской области в простой рабочей семье. С детства мальчик проявлял любознательность и тягу к знаниям, с удовольствием посещая разные кружки, работавшие при Доме пионеров. Уже в юности он начал мечтать об актерской профессии, но мирную жизнь внезапно прервала война. Борис, как и многие его сверстники, ушел добровольцем на фронт. Вернувшись с войны, молодой фронтовик отправился в Москву и поступил в школу-студию Юрия Завадского, по окончании которой был принят в труппу театра имени Моссовета. Долгое время он играл второстепенные роли и только в 1961 году состоялся его творческий взлет, когда он сыграл Василия Теркина в одноименной поэме Александра Твардовского. Спустя два года после разногласий с руководителем Моссовета он перешел в театр сатира, на подмостках которого прослужил 9 лет, после чего по состоянию здоровья был вынужден покинуть театр окончательно. Кинодебют Бориса Новикова состоялся еще в 1954 году, но настоящая известность пришла после участия в фильме Сергея Герасимова «Тихий дом». С этого момента молодой актер постоянно снимался в кино, играя по нескольку ролей в год. На съемочную площадку Новиков приносил не только досочиненные реплики своих героев, но и порой полное режиссерское решение сцены. Так было из картины «Тени исчезают в полдень», в которой свой персонаж актер придумал самостоятельно. В поздние годы он сожалел, что не занялся режиссурой. Со своей единственной супругой, актрисой Надеждой Климович, Борис Новиков познакомился в студенческие годы. Спустя несколько месяцев их знакомства они поженились и в 1949 году у них родился сын Сергей. Вместе с радостью супругов ждало и испытание. Мальчик появился на свет болезненным, и вскоре стало понятно, что он отстает от сверстников развития. Сергей смог окончить школу, но впоследствии дало о себе знать психическое расстройство, и он фактически стал инвалидом, о котором родители были вынуждены заботиться все последующие годы. С начала 70-х у актера начал развиваться сахарный диабет. Прогрессирующий недуг и пристрастие к алкоголю в молодые годы привели к тому, что в начале 90-х, когда в стране произошел развал и рухнул советский кинематограф, семья Новиковых оказалась в бедственном положении. Сын-инвалид, дорогостоящее лечение, все требовало денег, которых катастрофически не хватало. Единственный, кто пришел в это трудное время на помощь пожилой актерской чете, был Леонид Ермольник. Чтобы поддержать друзей, он делал им насчет ежемесячной денежной переводы. Борис Новиков скончался 25 июля 1997 года от сахарного диабета, вызвавшего остановку сердца. Печально, но его ухода никто не заметил. В это время в Москве проходил международный кинофестиваль, и все внимание прессы и телевидения было приковано к этому событию. На запрос супруги к союзу кинематографистов о помощи в организации похорон был получен отказ. Впоследствии поклонники артиста собрали средства, на которые и был установлен отгробный памятник. Борис Кузьмич Новиков похоронен на Даниловском кладбище в Москве. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, впереди будет много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok